Привет всем хорошим людям! Слава Украине! Живи Беларусь! Друзья, только сегодня ПУЙ произвел самый грандиозный обстрел территории Украины за всю историю войны. Бил по энергосистемам и по ЖД сообщению. Как только что, 5 минут назад, стало известно, что дедушка Байден дал разрешение на применение дальнобойных ракет Атакам с Украины по территории 300 километров. Карта достаточно симпатичная, летит она достаточно далеко. Понятно, нам бы хотелось тоже обидеть и на 1000 и на 2, но для этого у нас есть наши летающие бобры, дальнобойные обломки и радостные вопли всей Z-пропаганды, что сегодня в Украине пытались выключить свет. Они как-то немножко, я думаю, сейчас поутихнут, а у них будет гнев и ненависть, разговоры, весь мир в труху. Потому что как это мы будем сидеть без света? Без света должна сидеть только Украина. И две темы хочу с вами обсудить про Беларусь, потому что оттуда мне присылают уникальные ролики экспериментов над людьми. Я хочу вам это показать, я такую трансформацию в жизни наблюдаю первый раз, хочу, чтобы вы это увидели. И на удивление под выборы диктатора Лукашенко начался флешмоб его сторонников против него, где они ему вроде как пишут челобитную, но при этом позорят его и рассказывают, что дедушка, мы конечно хотим, чтобы ты еще правил, но дальше жить мы так не можем. Представляешь? Горе нам. Ну, я хочу, чтобы вы эти видео увидели, потому что пропаганда набрала в рот воды и не знает, как себя вести. Поэтому надо немножко подсветить, тогда завтра мы уже увидим грандиозный ответ, что это все фейки и провокации. И это сделано в Голливуде. Ладно, давайте начнем. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позиции... Вот такие машинки ездят по территории Украины. Знаете, сегодня Пуй был уверен, что он выключит свет Украины. Он готовился к этому 4 месяца. 11 вылетов делало минимум 10 стратегических бомбардировщиков, а так 15-16 и тренировалось. Последнюю неделю они делали это через день по графику. Вылетели, техобслуживание вылетели, ракеты не запускали. Делали 5 раз, но при этом каждый день к нам минимум залетает 100 шахедов. Летают, летают, практически не поражали цели. В основном разведка, 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 разведка. Ну и сделали, знаете, такой психологический терроризм, как я называю, чтобы не спали ни люди, ни дети над всей территорией Украины летают каждый день. И вот сегодня наступил тот момент, когда Путин после нежного разговора с Шольцем, объясняя ему, что он пойдет до конца и вообще Шольц его не понимает, показал, я не знаю кому, миру, своим. Он решил зарисоваться, он решил выключить свет в Украине. Это была самая большая атака. Знаете, я еще в 3 часа ночи просывался от того, что сбивали шахеды. Ну, я понимал, где их сбивают. Я, скажем, не вставал с кровати. А вот где-то примерно, я не знаю, в 6 или 7 утра произошел такой взрыв силы, что я даже не смотрел в телефон, что это произошло, шахед сбили, что было понятно, что это не шахед. Я сразу спустился вниз в телефон, оказывается, и увидел, что 16 самолетов стратегической авиации отстрелялось, и что на Киев летел Циркон, и еще взлетел один МиГ, потом второй с кинжалом, потом третий, потом их 7-8. Ну, и началось весь этот кошмар и ужас. Но я должен сказать, что по замыслу Путина свет должен был потухнуть, и вся страна должна была в зиму уйти в полный паралич, без света, без энергии, без ничего. То, что сделали наши силы ПВО, впервые, скажем, ну не впервые, а очень сильно поучаствовали самолеты, а в 16-10 ракет сбили. Вообще ПВО отработало уникально. Вот у Путина, помните, была вечная болячка. У меня есть ракета Циркон, которая там летит, чуть ли не обтекает, не знаю, там магмой, сверх-сверх-сверх, вообще нереально сбить невозможно. Второй раз он на Киев отправляет Циркон, и второй раз его сбивают. При этом они отправили еще 8 кинжалов, и 7 кинжалов было сбито. Всего было запущено около 120 ракет, и 100 с чем-то шахедов. По-моему, 200 с чем-то целей. Ну, неважно, да, 15 ракет где-то долетело. Ну, из 101 ракеты со стратегической авиацией морского флота, они там, не знаю, штук 20 калибров запустили, 85 было сбито. 15 долетело, попало в ЖД-узлы, погибли железнодорожники. Вот, много горя они баллистикой принесли Одессе. Ну, везде есть небольшие прилеты. Но ПВО отработало, я считаю, просто уникально. Все-таки сбить почти под 90% ракет. Да, у нас из-за тем, что много долетело, скажем, несколько ракет долетело в Ровенскую область, возле АЭС, они стреляли, глушили трансформаторы. Несколько энергоблоков выключили, и они работают на свою мощность всего там на 40, а некоторые даже на 10%. Это очень опасно, но Путин целенаправленно стрелял вокруг наших атомных энергостанций, вокруг Хмельницкой и вокруг Ровенской. Вот, впервые шахеды летали над курортными зонами в Буковеле, ой, шахеды, ракеты, даже были замечены, летали на Мукачево через Карпатские горы, там между гор вот так вот облетали. В Венгрию, правда, Корбану в гости не долетели, потому что их сбили. Вот, ну, достаточно сильное было желание у Путина, но оказался очередной его пук. Да, завтра будут какие-то веерные отключения, будут восстанавливать энергетику, опять будут строиться. По-любому, если у них сейчас будет, как оно, техобслуживание самолетов, возможно, послезавтра опять будет, потому что, ну, 4 месяца этот маленький фюрер собирал ракеты, и теперь же хочет зарисоваться, пока Трамп ему еще не позвонил, то ему же надо показать, как он великий и могучий, и будет воевать до конца. Ну, посмотрим. Знаете, как вот всегда говорят, они не понимают, что в эту игру можно играть вдвоем. Вот теперь дали разрешение на дальнобольные ракеты, они почему-то считают, что у них энергосистема немножко отличается от нашей. Посмотрим. В прошлом году нам даже практически не надо было обстреливать беспилотниками. Вы помните, сколько было митингов и криков, что мы замерзаем, и у нас нет ни света, ни тепла. Ну, этой зимой они поймут, что радоваться горю гражданскому населению чужой страны, это можно потом применить все на своей собственной школе. Ладно, давайте перейдем немножко про Беларусь. Знаете, я в белорусской повестке, белорусы знают 4 года. Я там смотрел много уникальных вещей. Но я никогда не видел таких экспериментов над людьми, которые могут делать КГБшники в Беларуси. Я не беру этого посаженного самолета Протасевича, я беру пропагандистов. Вот был у них такой, знаете, дождевой червяк, я его называл. Есть такой воскресенский тип. Такой божий одуванчик. Крани хоть прикладывая. Вот просто взяли его тогда, подвесили во время революции за яйца, и он резко полюбил диктатора Лукашенко, и говорит, это святой батька, и уже батька, и все. Но он не отличался никакой риторикой. Он такой был, знаете, а-ля посредник миротворит, занимается политзаключенными. Он даже мне за две недели до войны писал письма, где приглашал меня в Беларусь, сказал, мы проедем, покажем вам всю страну, вы ошибаетесь, у нас в Беларуси все гораздо лучше. И, друзья, вот когда земляной червяк, с помощью этих экспериментов, работая рядом, не знаю, с озаренком, с кем, он превращается в такую агрессивную слизь, для меня это самая тяжелая трансформация. Потому что, как бы я ни любил озаренка, он естественный, он настоящий. А вот эта трансформация из такого земляного червяка в ядовитую слизь, она противна. Я вам сейчас покажу очень тяжелые кадры. Вы увидите, вот представьте, что этот человек никогда не был агрессивным, он был спокойным, таким, уравновешенным. Смотрите, что с ним происходит. Поэтому хотите мир, будет мир. Территории отдать, русский язык в качестве второго государственного, руки прочь от православного людо и внеблоковый статус Украины. Тогда нацистские выросли могут сберечь остатки своей государственности. В противном случае вы не забывайте, что после восстановления территориальной целостности России, которую мы обеспечим в течение одного года максимум. Мы займемся и освобождением других областей, потому что наши братья-украинцы в Запорожье, Николаеве, Чернигове, Сумах, Днепре, Харькове, Полтаве и Кировограде умоляют освобождение. Ну и естественно, мать городов русских, Киев. Было бы совершенно нелепо и отвратительно, оставить там вот эту кучку нацистов украинских, сатанистов, людей, которые наполовину даже там не являются украинцами, оставить там пановать. Не будет вам этого. А если вы думаете, что какой-то Трамп даст какие-то дальнобойные ракеты, вы можете эти ракеты засунуть себе в шахты ваши глубокие по назначению. Время изменилось. У нас сейчас сформировался либо формируется новый мировой порядок. Коалиция БРИКС, коалиция ШОС, СНГ, ЕС, другие объединения. Видите, друзья, оказывается, в диктаторском режиме можно взять самое скромное ничтожное существо и сделать его еще более ничтожным, только уже агрессивным и ядовитым. Это такой эксперимент, который ломает законы природы. Не знаю, здравый смысл, мораль, я не хочу его много обсуждать, я просто хочу в первую очередь Украине показать, чтобы вы понимали всю трансформацию лукашенковской пропаганды. Белорусам знать, кто на улицах гуляет с этим дождивым червячком, который стал слизнью агрессивности. Ладно, это ужасное перевоплощение, теперь давайте о добром. Все всегда слышали на весь мир, и Лукашенко этим гордится, что он сохранил колхозы, что он самый великий управленец, что любые фермеры это все ерунда. Вот его колхозы, социальное право, все должны работать с утра до вечера, а он этой едой будет кормить весь мир и на этом зарабатывать свою семью себе валюту. Но тут происходят необычные вещи. Вдруг неожиданно за последнюю неделю перед выборами люди начали записывать вот такие примеры. Дорогие друзья, вечер добрый, может не добрый. Как вы скажете, вот расчетник ООО Стригово, Кобринский район, вот такая вот зарплата, вот такая, за эти дни, а дальше там показывать нечего. Кто как думает, нормально или нет? Додумайтесь. Я живу 1 год, подороживаю до 4 месяцев телята, выращиваю и так, сено, солома, жерно, молоко. У меня получается 2,5 дней я не была на работе, но тут стоит 4 дня. Остальные часы куда-то срезали, неизвестно куда, куда они пошли. Кому-то в карман. Ну, это ничего страшного, как говорится. Надо же людям помогать, моим страждущим, нуждающим, мое здоровье, оно бесконечно. Шегова прикол в том, что чем больше телят, тем меньше зарплата. 80 телят и такая зарплата. Назарена, как там коммунизм? Все нормально. 27 рабочих дней, 188 часов, 159 евро. Украине тихой ночи, героям всем выжить. До завтра.